Тем, кто шёл в бой за Родину, высоял и победил. Тем, кто согревал дыханием стужу блокадных ночей. Тем, кто шёл вместе с дымом из бухенвастных мечей. Тем, кто на речных перевалах шёл, словно камень ко дну. Тем, кто на река безымянным канул фашистскому плену. Тем, кто родила сердце, отдал, быть жизнь готов. Кто под машину ложился вместо помпомных мостов. Всем тем, кто ушёл без смерти и победил, посвящается наш концерт-реквием «Память сердца». Концерт-реквием — это наша память о войне. Войну забыть нельзя. Война — это подвиг. Война — это наша общая память. Война — это слава народа. Но ведь война — это страшно. Это кровь, муки, смерть. Военные годы — это были годы страшных испытаний, когда каждый из них по выстраданному, пережитому, утраченному был приравнен к десятилетиям. Путь к победе был долг и труден. Тысячу четыреста восемнадцать дней. И каждый из этих дней — это кровь и смерть, боль и горе чутрат, гиль лучших сыновей и дочерей. И радость больших и малых побед, каждая из которых — чудо бесстрашия и доблести. Тяжелая солдатская ноша, страшно скал войны, несущей нашей родине смерть и разрушение. Не просто видеть, как поливают твои товарищи, как льется гром ни в чем неверных людей. Память. В ней никогда не должно стереться все то, что принес с собой проклятый фашист. Никогда. Мы расплодились с той войной огромной, страшной ценой. Прошли через кромешный ад. А в памяти народной и поныне живет бессмертное страдание военных лет и бессмертное мужество народа. Все из них вырисовывается всемирно-историческое значение нашей победы. Как удивительно и точно Йокко подсказал поэт не ради славы, а ради жизни на земле. И мы, внуки и правнуки тех, кто принес победу, не управе забывать их подвиг, их ратный труд. Указан президенту Украины Петром Порошенко принято решение установить в Украине День памяти и примирения, который отмечается ежегодно 8 мая. Слово для выступления предоставляется секретарю Рубежанского городского совета Соловьеву Викторию Игоревичу. Дорогие друзья, ежегодно в первых числах мая в Европе отмечается День памяти, день окончания на Европейском театре Второй мировой войны. Европа отмечает ее 8 мая. Уже два года, как к этому празднованию присоединилась и Украина. Естественно, что в этот день в Европе говорится очень много красивых, выстремленных слов. Это, безусловно, правда. Те солдаты, которые полегли в этой войне, они заслужили, наверное, о себе память. 50 миллионов человек погибло европейцам. Это правда. Это действительно так. Но слова от частого упоминания, они иногда приобретают определенную банальность и выхолощиваются, наверное, немножко. Выступая сегодня перед вами, я бы мог рассказать о жизненном пути, о военном пути. Моего отца, который прошел войну от Курской дуги до Берлина. Насколько это было тяжело, ну, представить достаточно просто. Любой из вас, особенно молодых людей, на ближайших каникулах возьмите и пройдите до Харькова. Просто так. Налегки. А потом посмотрите по карте. Вот люди дошли и так до Берлина, Асталинграда. Люди переломали хребет фашизму. Но это уже история. Это тоже правда, но это уже история. Сегодня я вам хотел бы рассказать одну небольшую историю, которая прямо не связана с этим. Лет пять или шесть назад, когда я еще работал в профсоюзе на заводе «Заря», мы очень активно сотрудничали тогда с крупнейшим профсоюзом Германии, профсоюзом металлургов, гестролитейщиков и геометалл. И вот они обратились к нам с таким пожеланием направить к ним на стажировку одного молодого парня. Мы его, естественно, подобрали, он туда поехал, стажировался на заводе «Мерседес». Там профсоюзный центр специально есть. Ну, естественно, когда он вернулся оттуда, я его устроил допрос с пристрастием. Как работают немецкие профсоюзы, на что обращают внимание и все остальное. В конце концов, мы дошли до вопроса, а чем занимается у вас молодежь? Есть ли там у профсоюза молодежная секция? Он мне ответил, да, есть, и активно работают. Я говорю, что они делают? Они борются с нацизмом. Вот я когда впервые услышал, ну, первое естественное было решение у меня, вернее сказать, потому что нацизм вроде в 45-м году победили, они продолжают бороться, делать, нечего ли заниматься. Вот, то, что я вовремя не сказал, это говорит о том, что, ну, выдержал просто паузу. Вот. Люди, ту прививку в Германии, которую им выписала Вторая мировая война от нацизма, вот они стараются эту прививку сохранять. Чем занимается у них молодежь? Вот на каждом рабочем месте металлурга, вы только представьте, вот металлург, который работает там в горячем цеху, у него обязательно должна висеть наклеечка. Она в кармане есть? У меня, если кого-то заинтересует, я вам ее покажу. Вот они занимаются тем, что на каждом рабочем месте надо повесить эту наклеечку. Очень простую. Мышеловка обычная, ну, знаете, там, где вот эта вот рамка пьет, мышек по голове, и написано, осторожно, нацизм. Вот. Они уроки из Второй мировой войны сделали, и потому-то сегодня очень хотят вот сохранить, чтобы Германия снова в эту нацистскую яму никогда не вступила. А что такое нацизм? Это, безусловно, когда одна нация другую нацию не считает за людей. Когда то, что говорит один человек, является истиной в последние инстанции, а то, что говорят другие, это даже не обсуждается. Вот, благодаря этому искоренению нацизма Германия сегодня смогла построить то европейское общество, извините, куда сегодня стремятся все мигранты. Вот. Украина молодое государство, мы тоже строим демократическое государство, и я уверен, что мы построим. Но уроки Второй мировой войны нам забывать никогда нельзя. Но я поздравляю вас с праздником, это день памяти и примирения, но прежде всего день памяти. С праздником, дорогие друзья! И давайте будем помнить тех людей, которые своими жизнями вот заслужили то, чтобы этот день был у нас сегодня таким добрым и радостным. А, с вами генералов, мы предоставляем слово Нурченко Валерии Николаевне. Добрый день! Здравствуйте! Вот сейчас, только что получила газету, мне очень захотелось прочитать вам эти простые слова. И пусть не воевали мы с тобой, но подвиги отцов и наших дедов всегда живы, как тот тяжелый бой. Вот запомните это, потому что бой для некоторых был первым и последним. А вот в руках у меня комсомольский билет. Здесь билет моют, но обложка этого билета моего отца просто комсомольские билеты тогда отбирали. Я всю жизнь храню его и носила всегда с собой. Потому что это мой отец, который вступил в первый бой, и он для него оказался последним, слава Богу, не смертельным. Его спасли и спасли дорогой сын. Это было Подмосковье. Это был бой за Москву. А мальчику было 21 год. Он только закончил школу и учился в Киевском артиллерийском училище. Их очень быстренько собрали и отправили под Москву. Мой брат, мой дядя, вернее, в честь которого меня назвали, тоже в 21 год добился, понимаете, добился того, чтобы его отправили на фронт. У него была бронь, у него было зрение минус 7. Что вообще он мог увидеть и что мог сделать. Тем не менее, он написал моей матери, которая училась в медицинском институте и работала в госпитале в Борьгах. Он написал, Рита, я наконец обманул, обманул комиссию, там не оказался кулиста. И я еду, я тебя очень прошу, не выходи замуж, пока я не вернусь с войны. Ты же знаешь, что у нас больная мама, у нее больное сердце. Ему было в 21. Через 4 месяца из Севастополя, вернее, из управления, ему, вернее, бабушке моей, пришла повестка о том, что он погиб. Он погиб. Бой был, ну, бои за Севастополь за Крым были вообще неравны. Там говорить об этом уже и не приходится. И так, пройтись по каждому члену семьи, все были задеты. Мамин брат под Сталинградом сказал, я не верю ни в Бога, ни в черта, когда он вернулся. Я верю только в судьбу, что если что, белями ложились и лежали груды и тел немцев и наших, а мы все-таки выстояли и вышли. И вот памятью и примирением, вот когда говорят о примирении, памятью и примирением под Сталинградом есть два кладбища. Разделяет их дорога. На одном захоронены советские солдаты, а на другом 25 тысяч немецких солдат. Вот это память и примирение. Что бы мне еще хотелось сказать вам? Без памяти, ну я не знаю, кто же делает, поэтому не стыдитесь своих дедов, отцов. Не сердитесь на их ворчание по поводу того, что что-то сейчас не так. Им тяжело, им просто трудно, когда им запрещают наветь родина. Говорить о том, к чему они привыкли. Будьте к ним снисходительными. И помните, только вы своим сознанием, своим, ну как говорят, своими головками, в которых должна теплиться разумная мысль, сделайте нашу страну более счастливой, более прекрасной. Вам в ней жить. Отучайтесь всех учебных заведений нашего города я предоставлю слово ученицу специализированной школы номер 7 Савченко Евгения. Дорогие любые, шановные ветераны Другое святое войны, сучасная молодь схвиляет голову перед вашим подвигом. Мы знаем, что для нашей нации 8 травня это сумасш печаль и гордость. За 4 года войны Украина заплатила за свою свободу, за право жить на своей земле больше, чем 10 миллионов жителей своих сын и дочек. Это надзвичайно висока плата, чтобы жить вильно на своей независимости земли. Стойкость, мощность и самовидданность старшего поколения на полях битвы и на трудовом фронте в имя примоги над фашизмом истинный приклад патриотизмом для нас современ молодежи. Обовьез нинешних поколений быть гидными продолжающими справа переможців, что вырвали Украину зла фашистов, что врятовали ее и зберегли прекрасно и квитуче. Шановные ветераны, живите какого добро среди нас. Допомагайте нам будьте демократичной и свободной страны, таку, как хотели Богдан Хмельницкий, Ярослав Мудрый, Иван Мазихов, или Володимир Великий. Помните, что без ваших рук, без вашего подбора, без вашей истории Украина не будет. Пусть мир и слабо всегда живут в наших душах и сердцах. Дякую. Живое искусство попробую прикоснуться к великим событиям, печальному и трудовым. событиям и фактам нашей Украины, судьбам наших сильных фронтовиков и их делам. Украина наша славная Украина, наше счастье наш край, че на свете краина, ще милейше за наш край, и в счастье и злой годы мы для ней живемо на Украине, и Украине будем жити растемок. По нашей Украине дважды прокатился разрушительный военный вал, не бодя ни одного, даже маленького населенного пункта. Оборонные и наступательные войны, которые продолжались на территории Украины, стали важным, составляющим невидомой битвы. Пускай назад история листает страницы легендарные свои, и память через годы пролетая, ведет опять в походы и бои. Мы приглашаем на сцену солистку образцового вокального ансамбля Гердоновну Марию Долгодушу. Спасибо. 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 Спасибо.